Мелкие капельки воды оставляют след на пути пролетевшего самолета. Подобный след оставляет за собой быстродвижущаяся заряженная частица в камере Вильсона. Внутри камеры находится воздух и смесь воды и спирта. Они невидимы. Рабочий объем камеры отделен от поршня гибкой диафрагмой. Движение поршня увеличивает объем камеры и в ней происходит понижение давления и температуры. Пары переходят в состояние пересыщения. В таком состоянии камера может зарегистрировать заряженную частицу. Пролетевшая частица создает шнур ионов. Ионы поляризуют молекулы спирта. Поляризованные молекулы притягиваются к ионам, образуя ядра конденсации. Происходит процесс конденсации паров воды и спирта, который заканчивается образованием следа из капелек воды, называемого треком. Толщина трека зависит от того, сколько ионов возникнет на единице пути. Плотность ионизации убывает с возрастанием скорости движения ионизирующей частицы. А с возрастанием заряда увеличивается. Это позволяет по ширине трека определить заряд частицы, если известна ее скорость. Или определить скорость частицы, если известен ее заряд. Магнитное поле по-разному искривляет траектории положительно и отрицательно заряженных частиц. Впервые поместили камеру в магнитное поле. Советские физики Капица, а затем Скобельцин. И получили эти снимки треков. По виду искривления траектории в камере Вильсона был открыт позитрон. Другой прибор для регистрации треков. Пузырьковая камера отличается от камеры Вильсона тем, что трек в ней создается не капельками жидкости в газе, а пузырьками пара в перегретой жидкости. Для определения скоростей и масс заряженных частиц, пузырьковая камера помещается в магнитное поле. Камеру заполняют, например, жидким пропаном. Жидкость поддерживается при температуре, близкой к точке кипения. При резком уменьшении давления, жидкость в камере становится перегретой. В этот момент через нее проходит поток частиц от ускорителя. Возбуждая молекулы жидкости, быстрая частица увеличивает их энергию. Поэтому вдоль пути движения частицы жидкость вскипает. Возникшая цепочка пузырьков пара образует трек. По фотографиям треков изучаются ядерные реакции, устанавливаются законы взаимодействия частиц высоких энергий. Для этого просматриваются десятки и сотни тысяч фотографий треков. Траектории движения частиц определяются путем измерения координат отдельных точек треков. Для автоматической обработки результаты измерений записываются на магнитную пленку и поступают на вход электронной вычислительной машины. Результаты вычислений машина печатает на бумажной ленте. Урановая руда Урановая руда Один из естественных источников ядерных излучений. Если положить ее на фотопластинку, закрытую черной бумагой, то после проявления обнаруживается потемнение фотопластинки, вызванное действием ядерных излучений. На спутниках для изучения состава и свойств излучений в космическом пространстве используется способ регистрации частиц, предложенный советскими физиками Ждановым и Мысовским. Толстослойные или ядерные фотоэмульсии. Из таких слоев фотоэмульсии можно складывать блоки разной толщины. После облучения пластинки проявляются и наклеиваются на стекло. Под действием частиц высоких энергий в толщине фотослоя образуется трек, видимый в микроскоп. В конце этого трека вы видите следы частиц, возникших в результате ядерной реакции взрыва ядра. Путем изучения ядерных фотоэмульсий физики-экспериментаторы исследуют свойства частиц, образовавшихся в космосе или полученных на ускорителях. Определяются длины треков и углы разлета частиц. Результаты измерений обрабатываются вычислительными машинами. Аналогично волне, созданной кораблем, при движении заряженных частиц со скоростью большей скорости света в прозрачной среде возникает излучение фотонов под определенным углом к траектории полета частиц. Величина угла зависит от скорости движения частиц. Это явление открыто советскими учеными Вавиловым и Черенковым. Счетчики, в которых оно используется, названы счетчиками Черенкова. С помощью черенковских счетчиков скорость движения заряженных частиц определяется с высокой точностью. Изображение на экране телевизора возникает в результате люминесцентного свечения кристаллов, покрывающих экран под ударами быстрых электронов. Приборы, в которых люминесценция кристаллов используется для регистрации быстрых заряженных частиц и фотонов, называются стинтелляционными счетчиками. Когда в стинтелляционный кристалл попадает быстрая заряженная частица, в нем происходит вспышка света. Фотоны света вызывают появление импульса электрического тока в фотоумножителе. Этот импульс регистрируется счетным прибором. широко используется для регистрации ядерных излучений счетчики Гейгера-Мюллера. Существуют разные типы таких приборов. Ознакомимся с устройством и принципом действия одного из них. К внутренним стенкам герметически запаянной трубки прилегает катод. Анодом служит тонкая проволока. Последовательно со счетчиком и источником напряжения включен резистор. Пролетела заряженная частица. Если в рабочем объеме счетчика она ионизировала хотя бы одну молекулу, то освободившийся электрон под действием электрического поля устремляется к аноду. При соударениях с нейтральными молекулами он ионизирует их. Так образуется электронно-ионная лавина. При образовании лавины наряду с процессами ионизации происходит возбуждение молекул. Возбужденные молекулы возвращаются в нормальное состояние излучают фотоны. В результате фотоэффекта из стенок счетчика или из молекул газа освобождаются электроны, которые дают начало другим лавинам. Из них, в свою очередь, излучаются фотоны, освобождающие новые электроны. Таким образом, за миллионную долю секунды возникают лавины вдоль всей поверхности аноды. Объемный заряд положительных ионов от прошедших лавин снижает напряженность электрического поля у анода, и поэтому процесс возникновения лавин прекращается. За малые доли секунды положительные ионы проходят от анода к катоду. Таким образом, при прохождении частицы через счетчик протекает импульс электрического тока. Возникающий при этом импульс напряжения на резисторе регистрируется счетным устройством. Процессы электрического разряда используются и для регистрации треков частиц. В приборе с большим числом электродов электрический разряд возникает вдоль траектории движения ионизирующей частицы. Массивные перегородки защищают экспериментаторов от облучения при проведении опытов с пучком частиц от ускорителя. Электрические импульсы, возникающие при прохождении заряженных частиц через трековую газоразрядную камеру, поступают в промежуточную аппаратуру, которая готовит входные данные для ЭВМ. Вычислительная машина анализирует траектории движения частиц, сопоставляет их и выдает на печать уже готовые результаты полного анализа проводимого эксперимента. Не только интересы науки побуждают физиков разрабатывать методы регистрации ядерных излучений. Приборы для регистрации ионизирующих излучений широко используются в медицине, в сельском хозяйстве, в металлургии, геологии и в других отраслях народного хозяйства. Важной практической задачей является защита от ионизирующих излучений. Перед нами центральный пульт дозиметрического контроля ядерного реактора. Дозиметрическая служба оснащена приборами, с помощью которых осуществляется контроль радиационной обстановки. Вы видите, как работает оператор-дозиметрист на ядерном реакторе. С помощью дозиметра устанавливается допустимое безопасное время работы с радиоактивным источником в данных условиях. Каждый сотрудник, работающий с источниками радиации, имеет индивидуальный дозиметр. Основой этого дозиметра является электрометр малых размеров. Стрелка электрометра видна через микроскоп, встроенный в корпус прибора. Предварительно заряженный электрометр под действием радиации разряжается. Другой тип индивидуальных дозиметров фотоплёночный. По степени потемнения фотоплёнки в нём определяется доза облучения. Когда вы встретите на дороге такие автомобили, знайте, что эта специальная служба доставляет источники ядерных излучений большой мощности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok